Мне попросили поделиться с вами опытом прибалтийских стран, то тем, как мы занимаемся государственным строительством, выстраиванием идентичности, выстраиванием нации. Может быть, я могла бы поделиться с вами чем-то таким, что будет, стоит, наверное, поделиться и с вами тоже. Может быть, также то, что стоит отметить для себя, поскольку прибалтийские страны очень часто позиционируются как образцы для подражания для постсоветских стран и республик, и они процесс реформ, процесс реорганизации гражданского общества и государства. Поэтому я согласна с тем, что это действительно так и есть, что прибалтийские страны успешно прокладывают себе дорогу. Но, как вы знаете, в жизни есть оборотная сторона медали для всего. И вы, наверное, не всегда она видна, но это то, с чем мы должны обязательно справиться, задуматься, для того, чтобы обеспечить это для наших детей на будущее в том числе. Поэтому, как я вижу, у вас будет много выступлений о кризисе в Европе, о кризисе ценностей в Европе. Поэтому этот вопрос я не буду глубоко затрагиваться. Однако пример Эстонии, возможно, показывает вам, как более крупные кризисы, испытываемые на международном, в целом уровне, также оказывают воздействие на малые страны и куда как более хрупкие общества и молодые государства, такие как Эстония, Латвия и Литва. Однако я выбрала эту тему для того, чтобы выступить с вами о формировании идентичности. Прежде всего, говоря об аспекте безопасности, потому что безопасность – это то, чем я занимаюсь в моих исследованиях, и уже несколько лет я этим занимаюсь, помимо того, что я занимаюсь организацией таких конференций, на которых Лена говорила, что она участвовала. Поэтому я думаю, что когда вы задумываетесь об Эстонии, ну, я не знаю, если я спрошу вас, а что для вас Эстония значит? Наверное, я получу самые разные, столько ответов, сколько у нас присутствует в зале народу. Некоторые скажут, что это прибалтийская страна, другие скажут, что это история успеха постсоветского пространства, кто-то еще скажет, что это страна, объятая паранойей, которая занята только русофобией, а кто-то скажет, что это вообще не страна. И так полагает, как говорит докладчик, российское государство, российское правительство. У нас прекрасно дипломатические отношения, но собственных отношений между двумя странами нет. Некоторые скажут, что это наиболее современное и наиболее прошедший путь цифровизации страна в Европе. И я думаю, что все вот это вот, в известной степени, это все так и есть, потому что мы все имеем свою собственную идею. У нас есть стройное какое-то представление о том, что мы хотим увидеть в каком-то явлении. И, как говорят сами эстонцы, мы небольшой финно-угорский народ, который живет на берегах Балтийского моря. Мы здесь жили уже 5000 лет. Мы принадлежим к западному культурному пространству и так далее, и тому подобное. И для того, чтобы поддержать именно эту точку зрения, я расскажу вам общее сведение о том, что такое представляет из себя Эстония. Итак, национально идентичность сформирована была преимущественно двумя характеристиками, на мой взгляд, как я это вижу. Поскольку времени у нас мало, поэтому ее выступление, понимаете, будет, конечно, очень грубым упрощением всей истории страны и всех проблем, с которыми она сталкивалась. Первое касается языкового и культурного отличия, непохожести. И второе – идентификация на фоне потребности безопасности. Когда Япония получила, Эстония, простите, получила безопасность независимость в 1992 году, она почти немедленно начала выстраивать свою идентичность, две идентичности. Первая – национальную идентичность, а вторая – европейскую идентичность. К счастью, эти процессы были упрощены за счет предыдущего опыта страны и за счет той весьма сильной мотивации, которая у нас была. Это было чем-то, что помогло нам, было нашим союзникам. Было вот это очень четкое осознание себя, которое, безусловно, способствовало развитию очень сильного духа сопротивления иностранному владычеству. Как вам известно, история государственности Эстонии неудолгая. Мы на следующем году будем праздновать столетие де юра образования Эстонии как государства. Но Эстония де-факто существует только 46 лет на сегодняшний день. Вообще, все время ее протяженность. По большей части своей истории, 800 лет Эстония была под иностранным правлением. По большей части мы были под немецким правлением. У нас в истории есть такой период, когда официальным языком нашей страны был немецкий. И так было почти 700 лет. И нами правили и шведы, и датчане, и поляки, и царская Россия, и Советская империя. Поэтому, по сути, все великие державы нашего региона также побывали в роли наших правителей. И в действительности это просто представляет из себя загадку, что то население страны, которое в настоящий момент составляет 1,1 миллион 200 тысяч, вообще выжило после всего этого, и сохранили при этом и свою культуру, у нас есть и своя литература, и своя история, наше государство. Поэтому я думаю, что сам по себе язык, язык, конечно, всегда считался как основа национальной идентичности эстонцев. Культура и система убеждений, верования использовались как способ протеста против иноземных владельцев страны. Поэтому мы таким образом протестовали. Хотя мы как бы расположились на границе между Востоком и Западом, национальный дух, национальная психика была сформирована принципами, которые лежат в основе протестантской этики Запада. Второй опыт и тот второй фактор, который помогал нам на пути к государственности, в выстраивании ее, это был опыт независимости. К слову говоря, собственно, самое бурное событие начала 20 века, а именно Первая мировая война, Великая Октябрьская цитатистическая революция, которую докладчик называет Русской революцией, привели к созданию впервые, к созданию независимых государств в Эстонии, которое существовало 22 года и прекратило существование в результате Пакта Молотова-Риббентропа. И скорее это было в силу совпадения благоприятных факторов. Ослабление России после Первой мировой войны, собственно, активность эстонского национального движения, концепция национализма и самоопределения именно в это время сыграли свою роль. Это было непростое время, потому что у Эстонии не было никакого опыта самоуправления. У нас не было физически человеческих ресурсов, так же, как и не было финансовых ресурсов для этого. Но в каком-то мере мы как-то смогли сами самоорганизоваться таким образом, что Эстония стала демократической страной и весьма успешной демократической страной. Наша экономика – одна из лучших в регионе. Мы экспортируем мясо, молочные продукты в Великобританию, Швецию, Финляндию. И наша литература просто расцвела. И я думаю, что этот опыт составил себе нечто такое, что и нужно было эстонцам как нации, потому что вот эта память о независимости, она, собственно, и помогла нам прожить годы советской оккупации. И те возможности высказать свою историю нации при оккупации, как называют ее докладчик. Это третий фактор, который, безусловно, имеет самую важную роль, как мне представляется, во время нашего движения по этому пути к собственной независимости. И я считаю, что именно он и обеспечил успех, потому что конец Второй мировой войны и последующие 50 лет советской оккупации, в отличие за этим, способствовали, собственно, к выживанию этого духа, свободы, стремления, мечты о свободе. И антисоветские настроения были глубоко укоренены культуре, в литературе, хотя и так аккуратно спрятаны. Поэтому диссидентское движение всегда присутствовало в Эстонии, и это способствовало выживанию политической оппозиции в стране. И именно благодаря диаспоре эстонской, тем беженцам, которые покинули страну, бежав к США, Канаду, Великобританию, Швецию, собственно, благодаря им и де-юре оставалась эстонская республика жива. Они, по сути, представляли нашу страну в этих государствах, именно в тех государствах, которые не признали советскую аннексию. Эстония. Продолжаю эту тему. Эстонская республика во многом выжила и выстояла, и я полагаю, что вот эти самые факторы в совокупности и подготовили нас к тому, что мы воспользовались той возможностью, когда она открылась в конце 1980-х годов. Для нас во многом благодаря, конечно же, и Горбачеву, кто вовсе этого не намеревался делать, но тем не менее нам повезло, что эта возможность представилась, и мы в 1991 году объявили о своей независимости. Конечно же, после объявления о безопасности ключевым аспектом стала безопасность, поскольку Россия совершенно была очевидна, и сейчас остается основной угрозой безопасности нам и всему Прибалтийскому региону. Я даже не хочу глубоко эту тему здесь раскрывать. Я не хочу говорить про Россию, я здесь хочу говорить про Эстонию. Но сегодня я благодарю Россию. Россия не воспринимает как мишень сами по себе прибалтийские страны. Я думаю, что игра, что называется, идет у нас поверх голов. Целью и мишенью здесь является новый мировой порядок, а мы просто, что называется, здесь разменная монета. Итак, первый постсоветский президент Леннесс Мейре сказал, что безопасность – это как девичество. Вы либо имеете девственность, либо ее не имеете. Вот так же и безопасность. Вот во многом в 90-е годы наша политика в отношении безопасности встраивалась в этих линиях. Эстония после падения Советского Союза имела возможность следовать по одному из трех путей. Один из вариантов – это, собственно, нейтралитет в финском духе. Второй вариант, который перед нами раскрывался – это, конечно, очень тесное сотрудничество с государствами СНГ, прежде всего с Россией. А третий вариант предлагал интеграцию в западные, европейские структуры и структуры безопасности в том числе. Нам очень рано стало понятно, что не имея ни ресурсов, ни человеческих ресурсов, никаких способностей к самообороне, единственным возможным для нас вариантом – это остается интеграция с Западом. Потому что это была единственная гарантия, как мы ее представляли. В то время у Эстонии совершенно не было каких вариантов вступить ни в ЕС, ни в НАТО. Ничто ей не светило. Основной вопрос был, каким образом обеспечить сразу и безопасность, и стабильность, и политические реформы. Как убедить Запад в том, что мы в действительности достойные кандидаты и партнеры, кто может сидеть с ними задним столом? Я хотела бы упомянуть два фактора в отношении достаточно гладкого и быстрых проведенных реформ и национального процесса выстраивания собственных институтов. Первый вопрос – это риторика, правильная должная риторика политического истеблишмента Эстонии и, конечно же, президента Ленарда Мэри. Они четко сразу в своих общественных выступлениях заявили, что мы являемся частью Европы, и мы разделяем ценности, мы возвращаемся в наше подлинно родное пространство. Речь не о каких-то возвратах, какие-то вещи, а не пытались ничего. В основном, по сути, это было очень достойно в тот момент дискурс. И еще одним фактором, который способствовал успеху, это мгновенное изменение политических и бюрократических структур в стране. Вся номенклатура, говорит по-русски, по сути, была выкинута на улицу. И вместо этого пригласили молодежь. Те, кто представляли руководителя националистского движения, плюс все министерства, я являюсь продуктом вот этой политики. Мне в тот момент было 18 лет, когда я начала работать в Министерстве иностранных дел. Мне было 19 лет, когда меня впервые направили работать в эстонское правительство в Норвегии, а потом в Стокгольме. И я думаю, что именно в то время, когда первым послом, с кем я работала, Кент Йосен, он сказал, что теперь вы представляете республику Эстония. Ваша страна лучше, не хуже, чем вы сами, потому что вы-то и сами и есть Эстония. С ног до головы. Вы именно то, что мир воспринимает как Эстония, и в вашем облике ее воспринимает, или то, что стоит за Эстонией. Именно тогда я поняла, что вот действительно что-то произошло, что я действительно должна быть убеждена в том, что я делаю. Поэтому, по сути, была слепая надежда и много работы. И сегодня, спустя 26 лет, Эстония представляет из себя член, государство член ООН, Европейского Союза, ОСР, Еврозоны, Шенгена, НАТО, всех возможных региональных организаций. Частью наиболее важных международных, подписантам наиболее важных международных хартий. И, наверное, страна, продвинувшаяся далее всего в мире по пути цифровизации. У нас есть электронное правительство. Это что-то совершенно новое, инновационное, даже для большинства других стран. Итак, можем ли мы сегодня утверждать, что мы теперь достигли безопасности? Или наша идентичность, достаточно ли она безопасности? Я думаю, да. С одной стороны, да. Мы абсолютно безопасности. Мы одна из наиболее интегрированных стран в Европе. И, я думаю, именно из-за действий России в Грузии и на Украине. Наши союзники, европейские партнеры признали, что у нас есть основания для беспокойства о безопасности. Но, к сожалению, безопасность, она никогда и не прекращала быть нашей основной тревогой. Не только из-за России. Международная ситуация по безопасности столь сложна и запутанная нынче, что те вызовы, которые стоят перед нами, они ведь стоят не только перед одной историей, но и также перед теми организациями, которые мы воспринимаем как гарантией нашей безопасности. Стабильность наша зависит на равных обязательствах всех союзников. Если национальные оговорки, которые многие союзники сделали, они сами по себе приводят к неуверенности. Сегодня и НАТО, и ЕС стоят перед вызовом отсутствия внутренней солидарности внутри самой организации в отношении финансового кризиса, в отношении нарастающей агрессии России, войны в Сирии, непредсказуемости Северной Кореи, Брексита, непредсказуемости президента Трампа. И все это в совокупности и в сочетании с новыми угрозами, такими как информационные войны и кибератаки. Итак, что меня сегодня беспокоит больше всего? Я говорила о том, что всегда есть и другая сторона, оборотная сторона каждой медали или каждой монеты. Это то, что мы больно много говорим про безопасность сегодня. Мы, если я буду использовать этот термин, выражение, которое принято в Копенгагенской школе безопасности, мы теперь все стали рассматривать через призму безопасности. И это верно и про Эстонию тоже. Мы больше не говорим ни про какие ценности, которые, собственно, являются основой нашей безопасности. Похоже, что принципы европейской идентичности, которые все больше и больше опираются на внешних угрозах, а не на внутренней, собственно, солидарности. Вопросы безопасности создают страх, и популистская риторика легко на этом спекулирует. Поэтому мы, по сути, говорим о политике исключения на всех уровнях. Понимаете, злодеи не только за пределами границ, но и внутри наших границ. Вот это более крупный кризис на международном уровне, который разыгрывается в Эстонии таким образом, что непохожим образом по сравнению с другими странами. В 2014 году, когда Россия вторглась на восток Украины с помощью так называемых вежливых людей из Крыма, все эти теории начали возникать в отношении того, что Нарва в Эстонии, что будет следующим пунктом, наши русские будут использовать те же самые сценарии для обеспечения вторжения в Эстонию или в Латвию, к слову говоря. И только тогда, как мне кажется, мы начали серьезно задумываться об этом нашим русскоязычном населении, на которое приходится 26% населения страны. 300 тысяч человек из 900 тысяч общего населения Эстонии, скажем так, являются этнически не эстонцами. И мы должны признать, что мы не занимались интеграцией. Может быть, что это уже, наверное, уже поздно. Будем надеяться, что нет. Но когда мы говорим о сплоченности общества спустя 20 лет, это как-то поздновато, уже проблема. И я думаю, что был еще один вопрос и проблема, когда медиа, средства массовой информации в Эстонии, как они освещали эти кризисы, они также вместо того, чтобы пытаться успокоить общественность, вместо этого провели эти разделительные линии внутри самого общества. В каждой статье можно было читать, что наше русскоязычное население может представлять риск для самой Эстонии с точки зрения безопасности. В известной степени мы таким образом поставили часть нашего населения как угроза на всей стране. Знаете, это не очень мудрая вещь, если вы хотите интегрировать эту часть населения. Это действительно был неуспех, неудача, провал эстонского государства, что мы не смогли завоевать этих людей, мы не смогли их переманить на свою сторону, мы не смогли создать доверие. Однако я надеюсь, что нам это удастся. Итак, придание чересчур большого значения понятию и системе безопасности приводит к закрытию, возведению стен, нежели к распространению принципов прозрачности и содружества. Принципы, которые лежали или лежат в основе европейского дома, оказываются скомпрометированы. И несмотря на европейскую идентичность Эстонии, нам предстоит большой путь, по которому мы просто обязаны пройти. Продолжение следует... Продолжение следует...